Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге Откровения Иоанна Богослова на библейском портале экзегет. И сегодня мы будем читать 16 главу книги Откровения Иоанна Богослова. Которая начинается словами «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Здесь мы видим, что первое наказание, оно обрушится на тех, которые приняли начертание зверя, которые поклонялись образу его. Ириней Леонский настаивает на том, что эти казни очень напоминают казни во дни Древнего Египта, о чем мы уже однажды говорили, что 10 египетских казней, они как-то перекликаются с последними казнями апокалипсиса. Так Ириней Леонский писал, «Все исшествия народа из Египта по устроению Божию, было типом и образом имеющего быть исхождение церкви из язычников. И поэтому Бог в конце времен изводит ее, то есть церковь, отсюда в наследие, которое не Моисей раб Божий, но Иисус, Сын Божий, дает в достояние. И если кто внимательно рассмотрит слова пророка о конце, то, что Иоанн, ученик Господа, видел в откровении, то найдет, что народы примут те же самые казни вообще, какие тогда поразили Египет по частям». Это известная работа Ириней Леонского, святителя, против ересей. И действительно, мы живем среди язычников, и мы должны будем в последнее время совершить этот великий исход уже из царства Антихриста. Таким образом, древний фараон был таким же прообразом Антихриста, как и, предположим, какой-нибудь Наполеон, Гитлер. И как последний Антихрист, он будет удерживать в своей власти многих людей и всячески стараться не выпускать их из-под своей власти. И чаши гнева Божия, прежде всего, они обрушатся на тех, которые последуют за Антихристом. «Церковь имеет власть карать грешников и оправдывать обратившихся». Об этом писал Тиконий. Но последнее произойдет после язв грешных, то есть без наказания в данном случае. «Прощение будет совершенно невозможно», об этом пишет Андрей Кисарийский. «Таким образом, первая чаша несет скорби и страдания, жгущие души людей». Об этом писал Экумений. «Иудеи поражены за отвержение Христа и принятие Антихриста». Это точка зрения примасия. «Духовные раны, язвы в душах нечестивых». Это Цезарий Арский. «Наказуемые Богом не получат облегчения от Антихриста». Он никак не сможет им помочь, когда чаши Божьего гнева, вот это первая чаша, первое наказание, оно будет излито на них. И о второй чаше мы читаем 16 глава книги «Откровение», «Третий стих». «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Что значит кровь, как бы мертвеца? То есть это кровь, которая свернулась, огустела, и она источает страшное зловоние. Такая кровь. Древнехристианская экзегета Экумений наставит на том, что кровь в море, убитая на море, в реках, и в том числе на суше. При массе некоторые иудеи поклонятся Антихристу и приговорят себя к осуждению таким образом. А иудеи будут апостолами Антихриста до определенного момента, пока пророк Илья не вернет их души ко Христу Спасителю, объяснив им, что Антихрист – это Антихрист, а тот, кого они распяли, он истинный Мессия, истинный Христос. Через пророков Еноха и Илью Бог погубит сущее в море для утверждения верующих и устрашения неверных, так писал Андрей Кисарийский, нападавшие на верующих будут наказаны духовной карой, кровью. Это как бы принцип справедливости, они проливали кровь верующих, и наказание их будет через кровь. Это толкование беды достопочтенного. Так вот, Икумений пишет о второй чаше. Кровь в море указывает на убитых в морских сражениях, то есть будут какие-то военные катаклизмы на море, а кровь в реках и водах естественно свидетельствует о убитых в сухопутных сражениях, что расположились лагерем на берегах вод. Имеется в виду, что воды будут сами источником смерти. Например, если происходит ядерный взрыв, то вода становится источником смерти. И когда люди в жажде великой ползут к радиоактивной воде, начинают ее пить, а смерть только ускоряется и становится более мучительно. Возможно, что речь, как раз связанная со второй чашей, она касается военных конфликтах, которые будут на море и на суше, и в то же время следствием гнева Божия как божественное попущение. И о третьей чаше говорится в 16 главе с 4 по 7 стих. Мы прочитаем. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Казалось бы, и так уже кровь везде. И услышал я ангела вот, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков». Но мы с вами уже смотрели толкование беды достопочтенного. «За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того, и услышал я другого от жертвенника, говорящего, «Ей, Господи, Божий Вседержитель, истинны и праведны суды твои». То есть сначала источник смерти это какие-то судоходные сражения, потом просто вода в любом виде становится чем-то смертельным. Скорее всего, и грунтовые воды будут заражены этой радиацией или чем-то еще более страшным, и смерть неизбежно будет настигать участников какого-то страшного конфликта. И давайте посмотрим толкование примассия на 4 стих 16 главы «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вот и сделалась кровь». Эта чаша содержит все прочие народы, которые настолько покорились естественному греху и так были опутаны грязными похотями, что принялись плотски рассуждать о божественном. Так что под источниками можно понимать языческие учения. Поэтому он говорит «Они стали кровью». Сходное оговорится и в книге Бытия «Мой дух не будет пребывать в этих людях, потому что они плоть». И в книге «При мудрости Соломона сказано «Смрадную кровью, возмущенной в обличение». Наконец апостол говорит «Помышления плоские, суть смерть и плоские помышления, суть вражда против Бога». То есть сначала наказание идет тем, которые, скажем так, были активисты вокруг Антихриста, члены его партии, потом наказание на агрессивных, которые стали уничтожать друг друга, а тут наказание уже похотливым язычникам. То есть каждая чаша она находит то сообщество и изливается гнев на это сообщество от Бога. То есть как бы некие такие точечные удары, никто не будет наказан просто так, но каждый понесет наказание в соответствии с той виною, которую он имеет на себе. И мы переходим к четвертой чаше, и мы читаем 16 главу книги Откровения с 8 по 9 стих. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем и сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не выразумилися, чтобы воздать ему славу. Мы видим, что это наказание было более ужасное, здесь уже солнце, лучи солнца, яркие лучи, пронизывающие все и вся, они становятся источником страданий, вот эти ожоги, ужасное всеучествие, что к тому же отравлена вода, то это очень такая печальная картина. Экумени писал, несложно истолковать это в соответствии с законами риторики, ибо то, что солнце жгло людей, это может быть засуха, или смятение, или нужда, оставленных на войне, которые, находясь в стеснении и испытывая необходимость обратиться к Богу, способному помочь им и освободить от переносимых ими скорбей, все же богохульствовали и не покаялись. И, конечно, для того нужны язвы, чтобы после того, как они не признали Владыку в благодеяниях Божьих, признали его в наказаниях. То есть, вот само уточнение, что они вместо того, чтобы покаяться, они хулили Бога, указывает на то, что казни, насилие некий вразумляющий характер. Если бы люди одумались и обратились к Богу, то тот ад, который они сами создали своими греховными деяниями, он, конечно, бы прекратился. и здесь как не вспомнить многострадального Иова, который переносил ужасные страдания, даже жена Иова говорила ему, похули Бога и умри. Но он сказал, Бог дал, Бог взял, да будет Бог благословен. И эти люди в этих страшных страданиях, они тоже могли пережить некое обращение к Богу. И интересное столкование беды достопочтенного, но более аллегорическое, солнце сияние мудрости, жгущее людей огнем и зноем, когда невыносимы будут слова правды, невыносимы будут слова истины, как лучи солнца, которые обжигают, так и Слово Божие, такая реакция будет на Слово Божие, как на поражающие лучи солнца, потому что народ уйдет во мрак неведения, сознательного неведения о Боге в тьму идеологии Антихриста, сына дьявола. И после четвертой, пятая чаша, о ней говорится в 16 главе Апокалипсиса, 10 и 11 стих, пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, те, которые восхваляли зверя, теперь они были уже в таком плачевном состоянии, что кусали свои языки, что же мы наделали, но при этом не было у них раскаяния, и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих, не раскаялись в делах своих. Вот то, что постоянно подчеркивается не раскаялись, хулили вместо того, чтобы каяться, это значит, что возможность для исправления сохранялась, и казнь имела вразумительный характер, но так как человек является свободным существом, и в окончательном решении он все-таки отказывается подчиняться Богу, он вечно и остается в этом состоянии. Пятая чаша — это поражение царства Антихриста, его власти, престол зверя, это источник тирании Лукавого, и Андрей Кисарийский писал, что чаша прольется на престол зверя, означает, что гнев сей обрушится на царство Антихриста, как неосвещенные солнцем правды, то есть как некий мрак, куда свет Евангелия не проникал. Кусание языка указывает на величие болезни, которые им прельщенные будут объяты, будучи поражены Богом, посланными язвами, чтобы уверились во лжи прославляемого ими за Бога, отвратились от обольщения, вот для чего язва-то. Но и в этом случае они обратятся не к покаянию, но к хулению, делает вывод Андрей Кисарийский. И предпоследняя казнь, это шестая чаша, 12 по 16 стих, шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат. Ефрат — это Миспотамия, это то самое место, где как бы сотворение человека и завязка начала проповеди Единобожия, действия Авраама, само слово еврей означает перешедший Ефрат, то есть с той стороны Ефрата. И змей древний выпался в Ефрате, соблазнив наших прородителей в раю. Есть опасность, что Миспотамия будет печальным местом последней войны, страшной войны, это пространство между Сирией и Персией, скажем так, и конфликт коснется также и святой земли. Итак, мы читаем, шестой ангел вылил чашу свою великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного, то есть какие-то восточные племена, народы двинутся, и видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя. Вот эти жабы, на самом деле, это сам дьявол плюс антихрист и плюс лжепророк. по истолкованию Андрея Кесарийского и некоторых других отцов. То есть лукавый создают как бы свою троицу. Вот есть дьявол, вот есть его как бы воплощение в человеческой жизни антихрист, есть его идеология. Это лжепророк. И все это называется жабами, потому что все это очень отвратительно. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли и всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. И далее мы читаем «Се иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн и чтобы не увидели срамоты его». Это уже слово Божие. Да, это все страшно, но я иду как тать, то есть неожиданно приду, когда никто не ждет. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Армагеддон это некое такое место, некая долина, но это все-таки условное пространство, потому что вся земля станет полем битвы, потому что все человечество разделится на разные как бы лагеря, отряды, одни будут противостоять другим, как Христос предсказал, восстанет народ на народ и царство на царство. Но особенно выделяются некоторые участки земли, это имиспатами и Армагеддон, это уже долины Исофата, это уже земля святая. И Экумений объясняет, при кончине мира будет война. При массе писал Ифрат, море, реки, источники, нечистые люди, которых уничтожат правосудие Бога. То есть он говорит не обязательно воспринимать это буквально, что речь идет о реке, скорее всего речь идет о местности и прежде всего о людях, которые там обитают. А мы видим какие ужасные конфликты происходят как раз в Миспотаме и эти саранча из бездны длинноволосые, которые всех уничтожают на своем пути. Андрей Кисарийский настаивает на том, что оскудение ввод даст проход языческим царям для войны друг против друга. Казалось бы, оскудение войны это беда, а для язычников это благо. То есть Бог иногда как бы попускает людям, да, если вы хотите идти этим путем, да, идите, можете идти до конца. Цезарий Арский и Андрей Кисарийский настаивают на том, что сатана и демоны уподобятся жабам, потому что они наслаждаются человеческой грязью. вот образ жабы связан с грязью, с чем-то нечистым. Но в то же время толкование Андрея Кисарийского прямое, что число три это как раз сам сатана, это антихрист и уже пророк какой-то главный идеолог. Великий день война царей. К такому выводу приходит и Кумение Андрей Кисарийский, то есть эта битва, она будет очень знаменательна. И призыв хранить чистоту в преддверии этой войны мы находим и у Андрея Кисарийского, и у беда достопочтенного, потому что действительно это очень важно в преддверии каких-то несчастий самому не стать причиной возможных несчастьей против самого себя, потому что именно грехи наши притягивают к нам те или иные несчастья, поэтому и сказано «се иду как тать», это Господь говорит, блажен бодрствующий, то есть ожидающий и хранящий одежду свою, имеется ввиду чистоту, как вот крестильную рубаху одевают на человека белого цвета, и в Таинстве Исповеди мы как бы обновляем белизну наших крестильных рубах, и эту чистоту мы должны сохранять, особенно в преддверии ужасных конфликтов, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн, а ноги-то надо обуть во что? Апостола Павла сказано в готовности благовествовать, то есть наше участие в броне это не с автоматом калашникова там бегать, а по горам каким-то, а с Библией в руках проповедовать людям, потому что обувь это готовность благовествовать, и чтобы не увидели срамоты его, то есть такого человека, который верующий и стремится к очищению, потому что наиболее печально, когда и сами верующие не соответствуют тому, что они проповедуют, той вести, которую они несут людям. Впрочем, на эту тему Ефрем Сирин имел очень интересное рассуждение в своей работе одной он писал «А какой смысл я призываю людей ко спасению, но я не обнаруживаю его в себе? Я вижу, что я гибну в грехах». По монашескому смирению Ефрем Сирин так писал. И он находил смысл. Он писал далее «А смысл заключается в том, что я буду проповедовать и кричать на всю Вселенную «Не становитесь такими, как я, не подходите ко мне слишком близко, чтобы вам не утонуть в тех же грехах, а в тех же пороках». Может быть, последняя проповедь это будет… Помните, как в Гадаринской земле не приняли Христа исцелившего бесноватого? Тогда сам бесноватый пошел туда и вот приняли он был житель Гадаринской стороны и он рассказывал самим видом, проповедовал, кем он был и кем он стал. Поэтому наше свидетельство может заключаться и в том, что мы будем говорить «Да, мы были в нечистоте, мы были в грехах, мы были в беззакониях и в плоской грязи, но силой милосердия Христа мы есть то, что мы есть». Христос помиловал нас и через спасительное таинство церкви предоставил нам возможность начать вести жизнь заново. Те, которые напоминают человеку о его прежних грехах это, конечно, демоны или люди демоны, которые уподобляются демонам, потому что силы зла никак не хотят выпустить человека из своих рук, когда они видят, что через таинство церкви он уходит от них, они очень злятся и всячески пытаются напомнить человеку его прежнее греховное состояние. Поэтому Библия призывает нас, забывая заднее, простираться вперед. Нельзя жить греховным прошлым, это вернет в уныние. Сказано, взирайте на начальника и совершителя жизни, то есть Господа Иисуса Христа и также сказано, неблагонадежен для Царствия Божьего тот, кто взявшийся за плуг оборачивается назад. И седьмая чаша, это уже особое событие, оно описывается с 17 по 21 стих 16 главы. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Свершилось! И произошли молнии, громы, голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле». Такое землетрясение, так великое, «И город великий распался на три части». Город великий, распавшийся на три части, это Иерусалим. И древние истолкователи не очень могли понять, какие это три части. Кстати, Андрей Кисарийский, когда он рассуждал об Иерусалиме, что он разделится на три части в одной из своих работ, он предполагает «Одна часть это христианская, другая часть это иудейская, а третья это, наверное, самаряне». Почему он так писал? Потому что он не знал ислама, что будет эта третья сила мировая, а мы реально знаем, что Иерусалим точно разделен на три части, это христианская часть, это еврейская часть, это исламская часть. И мы молимся, чтобы Бог дал мир Иерусалиму, чтобы он не разорвался между этими тремя частями. И город великий распался на три части, и города языческие пали, то есть Иерусалим и великие языческие города, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. Конечно, в одни яна богослова, Вавилон это Рим, ужасный Рим, центр язычества. И надо сказать, что в Библии очень часто под образом Вавилона или Египта на самом деле даются пророчества о каком-то гегемоне, о каком-то оккультно мощном политическом центре, который будет господствовать над миром в определенное время. Когда-то это был действительно Вавилон, когда-то это действительно был Древний Рим, когда-то это была Османская империя, Британская империя, сейчас Америка является таким гегемоном военно-политическим, который господствует над миром, то есть как бы Вавилон наших дней, Евросоюз строит свою Вавилонскую башню, посмотрите на здание Европарламента, там даже зекураты присутствуют, строительные лица, что этот процесс он продолжается. Но все это будет разрушено. Все эти политические системы, все эти оккультные державы, все эти гегемоны, господствующие над другими народами, племенами, языками, которые порабощали все и вся. И всякий остров убежал и гор не стало. Что значит остров убежал, то есть нигде нельзя спрятаться. Гор не стало. Все гордое, человеческое, надменное, как сказано у пророка Исаия, принизилось, и один Господь велик в тот день. Град величиною в талант пал с неба на людей и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Это окончание 16-й главы, и вот следующая 17-я глава, она рассказывает уже о суде над великим Вавилоном и над Вавилонской блудницей, она же называется женою. А что такое блудница? Это неверная жена. А что такое жена? В идеальном смысле это церковь невеста, обрученная Христу. Но мы с вами читали толкование святых отцов, что звезды спадут с неба. И было много христианских сообществ, которые были вполне православными, но кто-то из них отпал от православия в третьем веке, кто-то отпал от православия в одиннадцатом веке, в семнадцатом веке, в шестнадцатом веке. Постоянно мы видим эти процессы, потому что образ блудницы это образ неверной жены. И чаши гнева Божия, которые неизбежно, они обрушатся на головы всех нечестивых, став испытанием не только для нечестивых, но и для самих верных.